Роскомнадзор заблокировал сайты американских спецслужб, Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований. Причина – якобы эти сайты распространяют недостоверную информацию. На этих ресурсах были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие вооруженные силы. С точно такой же аргументацией Генпрокуратура РФ добилась блокировки страницы во ВКонтакте заместителя председателя партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Прекрасно понимаю, что, как и мои коллеги из «Яблоко», мы ходим все по краю, что называется, в любой момент мы можем подвергнуться преследованию, как только на то будет дана команда. Для этого совершенно не нужны никакие поводы. Конкретную причину блокировки его страницы никто объяснить так и не смог. Ведь, по словам Вишневского, Генпрокуратура говорит, что заблокировали они по требованию Роскомнадзора. А Роскомнадзор отвечает, что заблокировали по просьбе Генпрокуратуры. Роскомнадзор работает в ручном режиме. Есть задачу, выполняю задачу. За третий квартал прошлого года РКН удалил или заблокировал 89 тысяч страниц в интернете. При этом 20 тысяч из них напрямую связаны с фейками о специальной военной операции. Естественно, так это называет Роскомнадзор. На самом же деле эти блокировки происходят по другим причинам. На всех тех людей, которые говорят неприятные вещи о действующей власти, как лично Путине, так и чиновников рангов. А начиналось-то все совершенно нелепо и смешно. В 12-м году Роскомнадзор заблокировал фанатский сайт популярной игры, на котором описывалась работа различных стимуляторов. Но Роскомнадзор посчитал, что речь идет о самых настоящих наркотиках. Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан. Но чем дольше существовал госорган, тем хуже становилось. Таким образом, в 2020 году заблокировали сайт, на котором выступали против поправок в Конституцию. Уже в 2021 году Россия стала лидером по количеству запросов в Гугл на блокировку контента. Она делала это чаще, чем все остальные страны вместе взятые. Как прежде, уже не будет. Но теперь, в условиях войны, это принимает абсолютно новый масштаб. Блокируют не просто самые громкие оппозиционно настроенные ресурсы, но даже аудиосервисы. Там музыка, музыка и только музыка. С какой стати этот Роскомнадзор фашистский полез на музыкальный ресурс, я себе не очень представляю. Там могли быть какие-то музыкальные программы, вроде моей, связанные с какими-то другими медиа, которые, может быть, и не обязательно музыкальные. По данным общественной организации Роскомсвобода, за 22-й год РКН заблокировал более 247 тысяч интернет-ресурсов. Среди них ВПН, аниме, соцсети, тексты запрещенных песен. Самыми опасными оказались сайты независимых медиа, правозащитных организаций и проектов, рассказывающих о событиях в Украине. Из-за невероятного роста количества блокировок Россия вышла на второе место по числу скачиваний ВПН-сервисов. Соседи России в топе. Индия и Пакистан. Ничего хорошего в этом тоже нет. Сегодня в заголовках регулярно можно встретить, Роскомнадзор заблокировал какой-то очередной ресурс. Эта цензура стала частью жизни всех россиян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин